сотен тысяч и миллионов в случае шаровых скоплений членов и отличительной чертой звездных скоплений является то, что это устойчивое образование то есть движение звезд определяется в гравитационное поле, которое создает вся эта совокупность звезд поэтому орбиты звезд в звездных скоплениях не уходят далеко от их центра это и есть устойчивость и группы эти, как правило, компактны и поэтому они хорошо выделяются на небе если вы смотрите на них с помощью телескопов или бинокль и в этом плане звездные скопления, рассеянные, шаровые очень красивые объекты, они хорошо подходят для любительских наблюдений пример звездные скопления Хи и Ашперсея они на небе тоже расположены близко друг от друга это очень молодые скопления с возрастом десятых миллионов лет насчитывающие в общей сложности примерно 20 тысяч звезд помимо того, что звезды каждого скопления гравитационно связаны друг с другом похоже, что пара этих скоплений тоже наподобие двойной системы образует гравитационно связанную группу надо сказать, что это одни из немногих скоплений, которые видны даже невооруженным глазом в созвездии Эрсея ну и конечно нельзя не показать картинку типичного шарового звездного скопления очень красивый объект почти правильной сферической формы проекции небесной сферы круговая симметрия в этих объектах сотни тысяч и миллионы звезд но надо сказать, что большинство шаровых скоплений далеки от нас поэтому глазом мы их не видим, но телескоп это просто замечательное зрелище звездные скопления стали открывать достаточно давно, в общем-то, в телескопическую эру но систематические поиски вели некоторые астрономы Лакай на южном небе пытался искать звездные скопления известный охотник за кометами Шар-Месье составлял каталог объектов, которые можно спутать с кометами но в этот каталог попало 57 звездных скоплений как рассеянных, так и шаровых Гершель, как известно, занимался звездными подсчетами в попытках построить первую модель распределения звезд в локальной вселенной и в своих систематических поисках он открыл больше двух с половиной тысяч туманностей большая часть из которых это далекие галактики и звездные скопления вот он за два года открыл столько их сколько было открыто до его эпохи ну, к началу девятнадцатого века было известно около 200 рассеянных около 70 шаровых скоплений сейчас в Маличном Буке известно 160 шаровых скоплений 300-3000 рассеянных скоплений их продолжают открывать но не только открывать, но и закрывать в том смысле, что некоторые из этих объектов действительно оказываются случайными группировками звезд и не являются на самом деле звездными скоплениями надо сказать, что одна из групп которая поддерживает каталог рассеянных звездных скоплений регулярно на своей страничке публикует список закрытых скоплений о том, что такое звездные скопления люди спорили давно и астроном, и математик Митчел в конце XVIII века он посчитал просто вероятность того, что на малой площадке на небесной сфере в области Плея расположено так много примерно одинаковых и достаточно ярких звезд он показал, что вероятность случайного скручивания звезд исключительно мала и тем самым первым сделал вывод о том, что скопления это не случайные группировки звезд, то с их природой необходимо разбираться а в конце XIX века Эргенс сделал спектрограммы некоторых туманностей которые не разделялись на отдельные звезды среди которых были и звездные скопления по крайней мере сейчас мы знаем что это звездные скопления и он показал, что эти спектры имеют типично звездный характер с полосами и линиями поглощения типично звездные значит это звездные острова почему звездными скоплениями так интересуется современная астрономия сейчас считается, что все звезды одного и того же скопления сформировались одновременно в результате гравитационного коллапса и фрагментации исходного гигантского регулярного облака раз так, то значит они расположены от нас практически на одном расстоянии у них почти одинаковый возраст потому что интервал времени звездного называния очень невелик поскольку облако одно первичный состав химический состав газа по сути дела перешел в звезды и звезды имеют одинаковый химический состав ну и кроме того конечно же у них близкие пространственные скорости я вам показывал на лекции по скале расстояний что скорости относительные скорости звезд в типичном рассеянном скоплении отличаются примерно долей километров в секунду поэтому все звезды движутся в одном направлении с одинаковой скоростью ну и если так то все те различия которые мы с вами наблюдаем между звездами одного и того же звездного скопления различия по цветам по видимым звездным величинам связаны с чем с тем что исходно в звездном скоплении были звезды разных начальных масс и поскольку скорость эволюции зависит от массы то в наше время звезды находятся на разных стадиях звездной эволюции вот все видимые различия и поэтому вот это обстоятельство как раз и объясняет то что звездные скопления и рассеянные и шаровые послужили фактически естественной лабораторией для оттачивания и проверки теории звездной эволюции а также звездно-динамических концепций это одно обстоятельство второе поскольку в звездном скоплении звезд много они все имеют одинаковый возраст и находятся на одном расстоянии то оценить расстояние возраст и другие физические параметры всего звездного скопления можно гораздо точнее хотя бы из соображений большой статистики одна звезда это одна точность измерений много звезд соответственно точность может быть сильно завышена а еще интересно то что для индивидуальной звезды возраст определить затруднительно потому что на положение звезды на диаграмме Гершула и Рассела помимо массы и возраста звезды оказывает влияние различие химсостава эволюционные треки фактически перепутываются и часто однозначно в определении возраст невозможно в случае звездного скопления мы получаем возможность делать достаточно надежные оценки возраста и по сути дела в этом плане рассеянные шаровые скопления по сути дела являются в каком-то смысле летописцами нашей истории нашей галактики ну говоря о звездных скоплениях я не могу не упомянуть о том что один из основных инструментов изучения свойств населения звездных скоплений и галактик в целом является диаграмма Гершула и Рассела это может быть то есть в разных вариантах диаграмма построена спектр светимость, температура светимость, цвет абсолютная величина цвет, видимая звездная величина и вот пример такой диаграммы вот здесь у нас с вами виден подавляющее большинство звезд как известно лежит на главной последовательности которая простирается от области самых ярких горячих звезд они вот здесь в сторону слабых и красных звезд с небольшой примесью звезд на других стадиях эволюции ну больше всего из других звезд у нас естественно красный гигант температура растет справа налево цвет увеличенность краснеет слева направо и вверх в алгоритмическом масштабе светимость солнечных единиц и разумеется когда мы будем говорить о звездных скоплениях я буду так или иначе интерпретировать и анализировать вот такую диаграмму вот эта картинка известная вошедшая многие учебники по астрономии показывает композитную диаграмму цвет абсолютная звездная величина построена для целого ряда скоплений мы видим что вот здесь названия скоплений подписаны мы видим что эта диаграмма отличается в левой для разных звездных скоплений в области звезд высокой светимости и в области горячих звезд то есть все звездные скопления отличаются населенностью вот этой области диаграммы и именно эта обстоятельность дает возможность определять возраст звездных скоплений. Давайте поговорим о принципах оценки возраста, потому что это важно, и звездные скопления в этом плане уникальны объекты. Соображения физически очень простые. Очевидно, что главная последовательность на диаграмме Держанга-Рассела исходно заселена звездами различных масс, от самых малых, порядка 1,1 массы Солнца, до очень больших, ну от десятых до 100 масс, до предельных звездных масс. Мы с вами знаем, что источником энергии звезды на стадии главной последовательности, где лежит большая часть видимых звезд, это термоядерный синтез гелия из протонов. Четыре протона объединяясь, дают ядро гелия. И это горение водорода, как самого обидного элемента. Мы знаем, что по массе водород составляет 70-70% массы звезды, именно поэтому длительность вот этой эволюционной фазы наиболее велика из всех эволюционных стадий, которые проходит звезда в своей жизни, и поэтому на главной последовательности больше всего звезд. И еще один существенный фактор. Очевидно, что полная мощность излучения звезды, то есть ее абсолютное энерговыделение, на главной последовательности сильно зависит от ее массы. Вот такие три обстоятельства, они в конечном счете обеспечивают нам возможность измерения возраста звезд. Ну, чтобы не быть голословным, я покажу, как распределены начальные массы звезд в звездных системах. Здесь в логарифмическом масштабе по горизонтали отложена масса, когда она растет. Это вот одна десятая масса Солнца, одна масса Солнца, десять, сто масс Солнца. А по вертикали, в логарифмическом масштабе количество звезд, имеющих массу в окрестностях данной массы. То есть это типичное расстреление звезд по массе. мы видим, что относительное число звезд малой массы на четыре порядка больше, чем число звезд большой массы. То есть большинство звезд, которые рождаются в нашей галактике, звездных скоплений в других галактиках, это звезды малой массы. Причем звезд с массой на порядок меньше Солнечной, заметно больше, чем звезд с массой типа Солнца. Так что, да, и этот спектр массы, в общем-то, непрерывный, и во всех звездных скоплениях исходно это и бывает. Поговорим об источниках звездной энергии. Поначалу, когда ничего не было известно о термоядерном синтезе в начале 20 века, астрономы считали, что источником энергии служит гравитационное сжатие звезды. Звезда, как газовый шар большой массы, очевидно, обладает большими запасами гравитационной энергии. Но вот моя задача, что если бы Солнце светило за счет гравитационного сжатия все время, то оно светило бы вот в таком темпе выделяло энергию, как сейчас, всего лишь 17-20 миллионов лет. В то время как данные геологии говорят о том, что Земля, ну и другие планеты Солнечной системы существуют по крайней мере 4 миллиарда лет. Значит, это не так. Надо искать какой-то другой источник энергии. Ну и, в конце концов, физики, астрономы пришли к тому, что единственным хорошим источником энергии, который может поддерживать свечение звезд на протяжении миллиардов лет, является термоядерный синтез более тяжелых элементов из элементов более миллиардов. Энерговыделение происходит по той причине, что масса исходных частиц, из которых синтезируется более тяжелое ядро, несколько выше, чем масса получающихся синтезированных ядер. Разность массы называют дефектом массы, вот он ДПЛ, и, очевидно, энергетика объясняется тем, что масса трех вариантов энергии, мы по этой известной формуле Эйнштейна, у нас, соответственно, дефект массы, умножаемый квадрат в скорости света, вот мы получаем ту энергию, которая выделяется в ходе термоядерного синтеза. Так что звезды существуют из-за того, что верна теория относительности практически, а также и квартовая теория, потому что без этого невозможно. Но, тем не менее, выделение энергии за счет гравитационного сжатия, оно тоже характерно для некоторых фасов эволюции. Ну, когда один источник энергии, термоядерный источник энергии ослабевает, то дальнейшее поддержание равновесия звезды и подстройка структуры звезды под изменившись условия происходит под действием тяготения. И высвечивание идет за счет гравитационной энергии. Но это бывает далеко не всегда. Ну, первичное гравитационное сжатие, конечно, дает нам, объясняет нам свечение светимой звезды на стадии до главной последовательности, но как только в недрах звезды температура достигнет таких пределов, как в недрах Солнца, то есть 15 миллионов кельдеров температура, плотность порядка 100 граммов на кубический сантиметр, зажигается первый цикл термоядерных реакций превращение водорода в гелий. Это и считается началом жизни газового шара как звезды. Это и есть именно звезда. И вот звезда, в которой зажигаются стремоядерные реакции, садится на начальную главную последовательность, где она проводит большую часть своей жизни. Вот интересно отметить, что далеко не все газовые шары, особенно объекты очень малых масс, меньше, чем примерно 76-тысячных массы Солнца, становятся звездами в том плане, что в них высвобождение энергии идет за счет термоядерных реакций. В них никогда не достигается высокая температура, потому что вырождение электронно наступает раньше, и звезда фактически будет субзвездной, бурок-кармином. И основным источником ее энергии будет гравитационное сжатие, и эволюция будет производить сторону постепенного остывания. Ну и так, в конечном счете источник энергии на стадии главной последовательности это превращение четырех протонов в ядро гелия. Ну, надо сказать, что в единичном таком процессе, когда четыре протона объединяются в ядро гелия, у нас выделяется огромная энергия, почти 27 метроэлектрон-вольт. Дефект массы этой реакции 0,7%. И надо сказать, что это самый большой дефект массы из всех последующих реакций, например, превращение гелия в углерод и так далее, и так далее, и так далее. И именно это обстоятельство тоже играет в том же самом направлении, что жизнь звезды на главной последовательности наиболее длина. Дефект массы самый большой, значит, выход энергии может быть сравнительно медленным для того, чтобы поддерживать, не обязательно, чтобы сгорало сразу много термоядерного горючего, достаточно малого количества, чтобы поддерживать структуру звезды. Кроме того, водорода больше всего, его больше 70% по массе. И вот это вот обстоятельство, два фактора приводят к тому, что стадия главной последовательности самая продолжительная в жизни звезды. Вот следующая стадия, когда гелий превращается в более тяжелые элементы, в первую очередь гуглерод, длится в 100 раз меньше. На стадии главной последовательности для разных массовых звезды. И вот эти, как вы знаете, звезда, как только она садится на главную последовательность, она начинает с нее сходить. И вот здесь для каждой массы показаны эти эволюционные треки. Давайте попробуем из общих соображений оценить время жизни звезды на главной последовательности, потому что именно это и дает возможность определять бодрости звездных скоплений. Дефект массы мы знаем. Мы знаем, что в Солнце на главной последовательности сгорит примерно 10% всей массы водорода. И энергоуделение составит 10 в 51 степени вверх. Поэтому для звезды с большей массой, в большей массе, у нас полное энергоуделение будет пропорционально массе. То есть масса, выраженная в Солнечной единицах на 10 в 51 вверх. Мощность излучения улучшения пропорционально полумассы, это почти полумасса, это следует из теории, в первую очередь. И мощность энергии уделения Солнца 4 на 10 в 53 в секунду. Значит, газересты с массой r, вот и будет r, выраженная в Солнечных массах, в кубе, мы на эту причину. Поделив запасы энергии на мощность излучения, мы даем время в жизни на главной последовательности. В 10 десятые лет для Солнца умноженное умноженное на массу было окружено в Солнечных единицах в степени минус 2 обратно пропорционально квадратной массы. И поэтому видно, что время жизни быстро уменьшается с ростом массы от 10 миллиардов лет для Солнца и, соответственно, обратно пропорционально квадратной массы для других звезд. Ну и надо сказать, что следующие стадии еще в 100 раз, то и больше, короче. Теоретические расчеты времени жизни вы показывали на этой графике. Это результат работы Женевской группы, известная группа теоретиков. Вот здесь вот Солнечная масса, в магистрическом масштабе шкала. Вот здесь звезда массы 100, масс Солнца. Для Солнца это 10 в десятый лет, 10 миллиардов лет, а для звезды в 100 в Солнечную массу это какие-то сотни тысяч лет. И вот так вот резко падает время жизни на главные последности. О конечных стадиях звездной эволюции я не буду говорить, здесь это не очень интересно. Но вот хочу обратить ваше внимание на вот такую вот страничку, где представлен калькулятор звездной эволюции. Вот для показа школьникам и студентам это идеальное средство. Вот поскольку моя презентация будет вам доступна, вы можете сами поиграться с этим калькулятором. Я покажу, что этот калькулятор умножит. Там можно указать массу звезды и посмотреть, как происходит ее эволюция. Можно указать химический состав и так далее. Давайте посмотрим, что произойдет с Солнцем. Значит, как мы знаем, Солнце будет жить, всего будет жить на главной последовательности 9-10 миллиардов лет, и в конце концов превратится в кислородную нумеродную белую тару с массой 52 сотых массы Солнца. Всю остальную массу сбросить в виде оболочки. Вот смотрите, вот пока эволюция идет вот на главной последовательности вот лежит она, вот чуть-чуть отклоняется. Сейчас будет откровенно краснеть, превращаться в красный гегард. Сначала в красный гегард, потом снова сожрется и снова пойдет в область асинтетического в виде гегарда. Вот смотрите, уже бурый, бурый, бурый. Красный. Раз, одна вспышка, не удаваясь, бросил планетарную туманность и охлаждающийся белый тару. Вот для студентов очень хорошее упражнение. Ну, Солнце живет 10-10 лет на главной последовательности. Давайте посмотрим, как будет эволюционировать звезда 25 масс Солнца. Горение водорода на главной последовательности всего лишь 7 миллионов лет. Следующие типы. Кельи, универоды, кислороды не могут вплоть до железно-никель-диоги ядра вы видите, как фантастически прогрессивно уменьшаются времена жизни. Горение беременнии вообще происходит в течение суток. И полное время жизни до взрыва сверхновой второго типа, с образованием скорейшего черной дыры, 8 миллионов лет. А вот посмотрим, давайте, как... Вот я набросал на главную последовательность звезды разных масс, начиная от малых до больших. Это горячие звезды высокую средимость, это слабые звезды низкой средимости красного цвета. Давайте заставим их эволюции эволюционировать. Вот я остановлю. Что мы с вами видим? Мы с вами видим, что быстрее всего эта диаграмма выедается в области горячих звезд высокой средимости. Они быстро эволюционируют, превращаются в белые камни, нейтронные звезды и черные дыры. Остаются звезды малой массы. И мы видим, что вид диаграммы Герштона-Расева постоянно меняется со временем. И это означает, сразу же видно, что звездные скопления разного возраста должны иметь совершенно разные географы цвет-величина. Мне еще больше нравятся вот такие вот расчеты эволюции реального звездного скопления НЖЦ-188, которому сейчас около 8-10 миллиардов лет. Мы с вами видим, как вы исчезали потихонечку звезды высокой средимости, горячие, и вид диаграммы меняется. Поначалу у нас была только главная последовательность, и на этом этаже уже есть красные гиганты. Так что простой вывод из всего этого следует, что в старых звездных скоплениях, в том числе в шаровых, у нас на главной последовательности не должно быть звезд высокой средимости. Вот в одном масштабе диаграмма нескольких шаровых, и диаграмма типичного шарового скопления. Вот главная последовательность здесь, вот главная последовательность здесь. И мы видим, что у шаровых скоплений в объектах безусловно старых нет звезд на главной последовательности и выше этой вот самой точке поворота, где примерно расположено должно быть в нашем Солнце. И вот именно эти обстоятельства дают возможность определять возрасты звездных скоплений методом, который называется методом наложения теоретических изохром. Ну, что такое эволюционные треки? Я вам уже, в принципе, показывал. Это на диаграмме Гершана-Рассела путь, по которому звезда движется, так сказать, эволюционный путь звезды. А изохромы – это геометрическое место точек различных треков, на которых находятся звезды одинакового возраста. И вот если звездное скопление состоит из звезд одинакового возраста, то, очевидно, эти звезды должны лежать на некоторые геометрические изохромы, соответствующие некоторому возрасту. Пример того, как определяется возраст Лият, показан вот на этой вот диаграмме. Чёрные точки, квадратики – это результаты фидометрических наблюдений, показатель цвета, видимая звездная величина. И мы подбираем теоретическую изохрону, вот она, которая наилучшим образом идёт вдоль главной последовательности, а главное – описывает отход ярких звезд от главной последовательности. И вот оказывается, что подбором теоретических изохрон можно определить возраст звездных скоплений с точностью порядка десять процентов, что, в общем-то, достаточно хорошо. Ну, подбор, на самом деле, вещь более сложная, нежели показано в ровно предыдущей рисунке, изохрона должна отрисовывать нижнюю огибающую. Почему нижнюю огибающую вот эту главную последовательность? Дело в том, что во всех звездных скоплениях есть довольно много нерасперешимых на отдельные звёзды двойных звёзд. Они лежат выше начальной и главной последовательности. Ну, кроме того, звёзды потихонечку не эмоционируют, поэтому, конечно, это должна быть нижняя огибающая. Главное – нужно описать хорошо профиль точки поворота и распределение ярких звёзд. Ну, и смещение изохроны по оси цветов. Да, изохроны строятся какие-либо? Нормальный свет, то есть свет неисложённый в поглощениях, и абсолютная звёздная величина или светильность. А фотометрические наблюдения нам дают видимый свет и видимую звёздную величину. Поэтому мы можем смещать теоретическую изохрону по горизонтальной оси, в результате получим испытать цвет, величину покраснения, следующее поглощение, а смещая изохрону по вертикальной оси, мы получаем мудрое расстояние, то есть получаем одновременно и расстояние до звёздного скопления. Таким образом, мы одновременно для звёздных скоплений можем сразу определить три важнейших характеристики – возраст, расстояние и величину, то есть звёздного покраснения. Причём гораздо точнее, чем это делается для индивидуальных звёзд. Но всё, как всегда, гораздо сложнее, потому что прежде чем прикладывать всю эту методику, в том числе и теоретические изохроны к наблюдательным данным, нам надо выделить в области звёздного скопления те звёзды, которые, безусловно, являются членами звёздных скоплений, а не звёздами, которые случайно проецируются на эту область. Что касается диска галактики и рассеянных скоплений, то звёздная плотность в диске галактики велика, и у вас всегда диаграмма Гершуга-Рассела будет загрязнена вот этими звёздами дальнего и ближнего фона. Но астрономы – они хитроумные люди, и они придумали целый ряд критериев выделения членов скоплений. И вот один из них, ну, критерий таковы. Самые главные критерии связаны с тем, что звёздные скопления – это гравитационно связанные звёздные системы, следовательно, пространство и скорость у звёзд у всех одинаковые. Это означает, что у них одинаковые собственные движения, одинаковые речевые скорости. Это главный критерий выделения. Дальше. Конечно, для звёзд в главном скоплении должна быть хорошо прорисованная главная последовательность. Ну и, конечно же, в звёздном скоплении звёзды концентрируются в центре, и эта концентрация тоже должна быть заметна. Вот пример применения таких критерий. Выделение членов скопления по величине собственного движения. То есть, тангенциальная скорость, угловое смещение звезды, годичное в плоскости в проекте на небесную спину. Вот очень хорошо, когда картинка у нас вот такая. Значит, туда одинаковый совет со всеми движения, а тут другой. По альфа, например, по прямому восхождению, по склонению. Звёздные фоны движутся с большими скоростями друг относительно другу, и показывают большое рассеяние на этой диаграмме. Вот это звёздный фон. Ближний и дальний. А звёзды скопления имеют, во-первых, среднюю скорость относительно звёзд фона, во-вторых, они движутся очень похожим образом. Поэтому область на этой диаграмме, которую занимают члены, она очень скопления, она очень невелика. По сути дела это ошибки наблюдений. Вот этот случай, вот эта картинка нарисована для хорошо известного, близкого скопления Ясин. И мы тут видим, как хорошо можно отличить звёзды фона от звёзд скопления. Значит, берём вот эти звёзды, для них встроим диаграмму, накладываем законы, определяем возраст. Но, к сожалению, чаще всего мы видим вот такие вот диаграммы. Ну, вот и это скопление. Если бы этого больше не было, то мы бы с вами и сказать не могли, что тут скопление. А где здесь? Ну, это вот звёзды фона. Похоже, что у них звёзды скопления. Вы понимаете, в любом случае число из фона, которое может попадать в эту область, может быть достаточно далеко. Поэтому задача выделения членов звёздных скоплений – задача сложная. И именно по этой причине происходит процесс закрытия ранее выделенных звёздных скоплений, ну, как звёздных группировок, которые на самом деле скоплениями не являются. Ну, хочу немножко слов сказать о химизме. Ну, вы знаете, что в первые три минуты в ранней горячей Вселенной, когда температура была велика, порядка 12 миллиардов гельминов, это всё описано в прекрасной книжке Хокинге «Первые три минуты», прошёл процесс первичного нуклеоситиза. И первые элементы, которые называются Вселенной, это, разумеется, водород с небольшой примесью, это гелия, гелий с небольшой примесью, гелия-3, литий с очень малой концентрацией. Сейчас вот эти три элемента — это первичные элементы. А мы знаем, что сейчас в спектрах звёзд видна чуть ли не вся таблица Мюнделеев. Современный химический состав звёзд такой. По дороге — 75%, гелий — примерно в таких пределах. Ну, все остальные элементы, и мы их называем «тяжёлые», «тяжелее гелия», составляют от 1 до 1% массы звезды. Вот Солнце — 1,9% по массе. Откуда взяли все тяжёлые элементы, остальные тяжёлые элементы? Разумеется, они сформировались в ходе звёздной эволюции, в ходе термоядерных реакций, реакций термоядерного синтеза, а также реакций радиоактивного распада. Вот надо сказать, что синтез тяжёлых элементов идёт до железного кита. Ники, железо, медь. Значит, для этих элементов характерна высокая энергия связи в расчёте на один углу. То есть это энергетические выводные состояния. И вот синтез идёт, создание более тяжёлых элементов, изменение тяжёлых идёт именно до железного кита. А вот дальше всё остальное обилие более тяжёлых элементов, включая уран, псевдон и так далее, и так далее — это уже радиоактивный распад. И вот эти два процесса — синтез и распад — они идут на разных стадиях эволюции звезды. Термоядерный синтез — это, как правило, центральная часть звезды, а вот нейтронный захват с последующим испусканием электрона и улучшением единичных заряда ядра может идти, например, на стадии сброса оболочки планетарной туманности. Или на последних стадиях эволюции очень массивных звёзд, когда в результате радиоактивного распада железа образуется огромное количество нейтронов. И вот этот нейтронный захват медленнее, когда захваченный нейтрон успевает превратиться в протон до того, как ядро захватит ещё нейтрон, вот эти все реакции, они, конечно, идут в звёздах на разных стадиях эволюции. Ну, термоядерный синтез по мере эволюции звезды идёт вот в таком вот направлении. Значит, первая стадия эволюции — это, конечно, варение водорода. Это главная и последовательность. На стадии и после главной последовательности ну, тут последовательность гелий превращается в углерод, гелий — углерод в глюкислород, углерод в неон и так далее, и так далее, и так далее. И так этот синтез идёт до температуры в недрах порядка трёх миллиардов кельминов и эти реакции синтеза и завершается синтезом элементов железного пика. Так что звезды, по сути дела, это фабрика химических элементов, и мы с вами состоим из тех химических элементов, которые в звездах проработаны, а потом в результате взрывов сверхновых были выброшены в звездную цель. Ну так вот, надежные оценки возрастов и расстояний звездных скоплений позволяют нам говорить о том, что скопления могут служить своеобразными написанными историей галактики. Особенно старые скопления, свидетели, так сказать, ранних стадий эволюции галактики. И этим звездные скопления крайне интересны. Повторяю, что для индивидуальной звезды определить возраст достаточно сложно, для звездных скоплений гораздо проще. Ну а теперь давайте поговорим о двух типах звездных скоплений. Рассеянные и вышировые. Вот это плеяды, это жировое скопление Сидея. Плеяды рассеянные скоплений. Ну чем они отличаются? Вот сразу скажите. Первое, что приходит науку. А почему это рассеянное, а это жировое? Ну по внешнему виду, по концентрации звезд, по богатству. Но надо сказать, что это не главное развитие. Даже не второстепенное. Там красные звезды, а здесь сино, голубые. А еще там плеяды. Есть рассеянные скопления с красными звездами. А еще облако-навидно, да? Что? Не приятные. Там же плеяды, плеяды живут. Ну это плеяды. Если бы я в другое скопление, где никакого газа нет, то вы бы все равно видели различия. Богатство, степень, скученность, это, конечно, отрадует. Внешний вид. Но на самом деле есть фундаментальные различия между рассеянными и шаровыми скоплениями. Шаровые скопления все старые. Их возраст больше возраста галактического естества, или больше возрастей, или 10 миллиардов лет. А рассеянные скопления, это объекты достаточно молодые. Точнее, среди них есть очень молодые, а есть те, которые приближаются по улице к шаровым скоплениям. Шаровые скопления населяют галактические головы и толстые глисты. Я дальше покажу, соответственно, здесь я. А рассеянные скопления – скопления галактические. Шаровые скопления – это звездные системы первых поколений. Они родились из газа, который имел практически близкий к первичному составу. И не было большого числа тяжелых элементов. Поэтому в звездных шаровых скоплений наблюдаются тяжелых элементов в 10, а то и в 1000 раз меньше, чем в Солнце. А вот химсостав типичных рассеянных скоплений, он близок к солнечному. Есть более бедные тяжелые элементы, есть более богатые. Но в среднем это различие в два-три раза. Ну и, конечно, вот этот фактор, так сказать, различие, видимые на глаз, богатство. Конечно, тоже это фактор, но это не главное, что отличает на объект люди. Шаровые скопления – богатые объекты, сотни тысяч миллионов, и даже десятки миллионов солнечных масс, а рассеянные скопления, как правило, не богатые. Самые богатые – десятки тысяч звезд. Главное, что надо знать, что система скоплений, система скоплений, родившихся на самых ранних стадиях колоксов нашего протогалактики, а рассеянные скопления родились уже из вещества, обогащенного взрывом сверхновых звезд, и следовательно, эти звезды и скопления вторых поколений. Ну, покажу несколько рисунков. Вот самые известные скопления Клияды, 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 Клиасы, Кияш, Керсея, которые я вам уже показывал. Возраст у них у всех меньше миллиарда лет, а у Кияш-Керсея более 30 миллионов лет. Среди скоплений мы видим очень много молодых в областях звездообразования. Самое близкое к нам области звездообразования – это туманности Ориона. Там целый ряд скоплений, больше десяток там известных. И эти скопления все, они погружены в газ. Вот в Лебеде, в УЗЦ-621-13, известное скопление, тоже, видите, облака газа. Они настолько молодые, что они еще пока имеют некоторую генетическую связь с тем, с той газовой средой, с которой они произошли. Вот совершенно потрясающее, красивое, такие очень молодые скопления в УЗЦ-3603. Вокруг газ, а вот куча звезд скопления внутри полностью. Почему? Потому что звездным ветром и давлением измечения молодые, горячие, очень яркие звезды разгоняют дом. Это типичная картинка для очень молодых и богатых скоплений, которые выдувают полость в том газе, из которого они произошли. Среди рассеянных скоплений есть и старые, с возрастом в миллиарды лет. Ну, а здесь два примера, МСЕ-67, из каталога Шарли-Месье, и НЗЦ-188, это, пожалуй, самое старое из известных скоплений Галактики, в возраст которого ценится 10 миллиардов лет. И вот эволюция диаграммы цвета и величина, я же выросила, этого скопления, я вам не показывал, в модели эволюции этого скопления. Они богатые, как правило, содержат десятки тысяч семёзд. Тут мы видим, конечно, самые слабые. Именно поэтому они пережили все невзгоды, которые вставали на Икуте, и выжили, дожили до наших вытенец. Потому что, в принципе, время жизни типичного рассеянного скопления, оно невелико. Ну, теперь и аж равные скопления. Вот так вот они выглядят. Это снимок, сделанный с помощью 4-метрового нового перескопа Европейской Южной Астралатории, которая называется «Иста», одного из ярчайших скоплений галактики, 47 пукан. У него миллионы зелёзд. Вот тут я привожу вид диаграммы герцоглаза. Вот кусочек главной последовательности, где очень слабые зелёзды, множество слабых зелёзд. И хорошо прослеживание веки красных гигантов, субгигантов, и в своём небольшом кусочке горизонтальной липид. Ну, и мы видим, что это сильно отличается виды диаграммы для типичных молодых рассеянных скоплений. Когда смотришь на очень такие яркие скопления шаровые, то в центральной области мы видим сплошное сияние, потому что из-за перекрытия изображения одежды. Но Хаббловский телескоп, имеющий практически дефонционное разрешение, способен смотреть даже сквозь ядро вот этого очень плотного скопления. Вот такая вот кардинка, полученная на телескопе Хаббла, аэргитарные телескопы. Мы видим всё там насквозь. Мы можем изучать отдельные звёзды в самом ядре. А это очень важно, потому что звёздный состав периферийных частей, которые легко поддаются анализам обычных телескоп, и звёздный состав ядер в широмых скоплениях, конечно, они различаются. Ну, ещё несколько примеров. Весье 80, весье 9 прекрасные звеньки, расцвеченные, конечно. Но мы видим, что самые яркие звёзды, действительно, звёзды красного гигантта, вот эти красные гигантты. И множество звёзд более слабых. Звёзд главной последней. И ещё два звеночка. Весье 53, весье 80. Потрясающе красивые эффекты. И фантастически интересные для науки. Четырёхминкровый телескоп Виста, главной своей целью, имеет как раз обнаружение новых шаровых расселённых скоплений вот вблизи центра галактики, где поглощение сведа очень велико, в инфракрасном диапазоне, обнаружено, как недавно было, шаровое скопление. Типичное скопление большого возраста с дефицитом тяжёлых элементов. А вот, видимо, с этим же телескопом вид фотографии самого яркого и массивного скопления нашей галактики шарового, Омега Центавра, который, даже видите, имеет принести до своего значения, как яркие звезды. Но это не типичное скопление. Это, по-видимому, гидро, разрушенные галактики. Таких скоплений в различных звездовых галактиках не так же много. Ну, например, в Туманной Сангромеде тоже известно одно из них, вот одно, только одно, и в нашей галактике по виду Омега Центавра единственное такое скопление. Как звёздные скопления распределены в пространстве? Ну, вот здесь я даю вид на галактику сверху, это положение Солнца, это центр галактики, а эти типичные звезды, вот центр галактики должен быть здесь, 8 килопарсетт между ними. Зелёные кружочки, это известные рассеянные скопления, синие звёздочки, это известные шаровые скопления. Вот здесь в уменьшенном виде, это увеличенный вид, это уменьшенный вид, для того, чтобы показать, на каких расстояниях встречаются от Солнца и центра галактики шаровые скопления. Они существуют и на десятках килопарсетт. А это вот вид сребра нашей галактики. Вот система рассеянных скоплений вся почти в плоскости галактики. А шаровые скопления встречаются на больших галактических высотах, на десятках килопарсетт. А некоторые скопления находятся, можно увидеть, на расстоянии сотни килопарсетт от центра нашей галактики. Это дальше двое примерно, чем расстояние до Могиландового облака. Так что мы видим, что рассеянные скопления населяют достаточно тонкий диск в речном пути, в галактике разрезе. Вот они где-то вот здесь. Вот здесь Солнце. Вы можете спросить, а чего это они только вокруг Солнца? Ну, дело в том, что это поглощение света скрывает от нас далекие объекты. Ну, к слову, если смотреть на центр галактики от Солнца, то поглощение света может достигать в некоторых областях двадцати-тридцати звездных величин. Свет от объекта в центре галактики вот, ослабляется примерно в 10-100 миллионов раз. И поэтому понятно, что пыль, лежащий в галактике, мешает нам наблюдать на какие-то скопления. Но если во всем диске галактики скопления вот с такой вот плотностью распределены, мы можем оценить их в полное число. Всего вот нам известно около трех тысяч рассеянных звездных скоплений, а полное число оценивается в десятки тысяч. По идее, должно быть так. И надо еще иметь в виду, что типичное время жизни рассеянного скоплений очень мало пойдут. Подавляющее большинство скоплений, которые когда-либо возникают из галактики, они распались. И мы сейчас видим отдельные, свободно летящие звезды типа нашего Солнца. По-видимому, разрушение рассеянных скоплений это основной механизм, который дает нам отдельные звезды галактики, связанные с другими. Суровные скопления населяют обширное, такое сфероидальное голову вот это, повторяю, вот эти синие звездочки. Встречаются на больших расстояниях. Известных сейчас около 160, но вряд ли их полное число будет больше двухсот. За последние 10-15 найдено порядка десятка нового шарового скоплений, но тут скорее легче быть пессимистом. Пессимистом вряд ли их больше двухсот. Хотя есть галактики, очень богатые яркие литрические галактики, вроде центральной галактики в созвездии Дьявы, где шаровое скопление насчитывается в десятки тысяч. Совершенно потрясающий, конечно, цифр. Диаграмма унешнего Рассела типичного шарового звездного скопления это по сути дела, повторяем, такая природная лаборатория, которая позволяет нам оттачивать детали теории звездной эволюции. Здесь мы видим звезды, находящиеся на разных стадиях эволюции. Кусок главной последовательности, очевидно, тут горит водород. От ветвисов гигантов к ветвисов гигантов водород горит в слое, а в центре мы имеем нейтральное и вежливое ведро. Там термоядерные реакции еще не идут. Термоядерные реакции следующего цикла превращения геи в углерод это горизонтальная ветвь, это как бы вторая главная последовательность. Но она гораздо меньше на себе, чем вот этот кусок главной последовательности, потому что время жизни здесь сотни раз меньше, чем она главная последовательность. Ну и последняя стадия из оптических стадий, из тех стадий, где мы звезды можем наблюдать из оптического диагноза, это асинтатическое видо гигантов, после чего звезды керяют оболочку и превращаются в белые камеры, преображающиеся белые камеры. Конечно, в шаровых стадлениях когда-то были и очень массивные звезды. И они все давным-давно преуволенцировали, потому что время жизни это десятки миллионов лет в лучшем случае. Они испытывали как сверхновые, разумеется, оставив после себя и нейтронные звезды, и черные дыры. И в начале-середине 70-х годов стало ясно, что такие объекты в шаровых скоплениях есть, потому что из гигиаде в шаровых скоплении в массивных шаровых скоплении было зарегистрировано поток рентгенов по излучению, который, понятное дело, связан с окрецией газа на компактный объект двойных систем. Ну, детально описывать эти стадии я не буду. Ну, еще раз повторяю, что принципиальное различие между шаровыми и рассеянными скоплением состоит в том, что шаровые скоплении это объекты первых поколений, родившие почти из первичного газа в галактиках, а рассеянные родились уже из газа, обогащенного в зону неуме. Вот, кстати, о химическом составе. Не так давно, в январе, в январе этого года, была открыта звездочка, в которой содержание тяжелых химических элементов, в том числе и железо, на 7 порядков меньше, чем в Солнце. До этого предельно низкометалличными звездами были несколько звездочек с дефицитом в 10 минус 5, в 100 тысяч раз. Ну, это к слову. Интересный факт. Примерно четверть, да может быть и треть всех шировых скоплений нашей галактики родились вовсе неувелично в пути. А в карликовых спубликах, в которых вокруг нашей галактики обращается власть лишних десятков. Поскольку наша галактика, массивная галактика в своем ракционном поле разрушает эти спутники, то из них вылетают и шировые скопления. Ну, по особенностям кем-составов и строения, по меньшему возрасту мы выделяем примерно треть и четверть шировых скоплений и можно отнести их к... Можно сказать, что они родились совершенно в любых условиях. Ну, следы распада карликовых галактик сейчас очень активно ищутся и исследуются. Вот здесь вот пример следов распада карликовой галактики, которая видна за центром галактики в направлении соозвездия Стрельца. Вот астрономы выделили по данным Слоновского обзора аж четыре хвоста звезд, которые были вырваны из этой галактики во время разных прохождений по разным векам орбиты. Вот. И еще хочу сказать несколько слов о новом классе северной скоплений шаровые, рассеянные скоплений. А сейчас вот прижился термин суперстар пластерс, если говорить на английском языке, ну, его можно перевести как звездные сверхскопления или же как скопление сверхзвездных. Это очень конфактные, яркие, массивные скопления, обнаруженные в начале галактика, а потом в публичных пункти. Их таковых немного. Ну, вот здесь показано скопление 136, которое находится в туманности Тарангу, в Большом Угиланном области. Именно в этой туманности в 1987 году вспутала яркое сверхновое, которое достигло второй звездной величины, бывают даже не вооруженным глазом. Вот, возьмем центральную часть этой туманности, увеличим, вот эту вещь, самую центральную часть возьмем, увеличим, звездное скопление. Разумеется, этот сверхзвездный получен с помощью крупных телескопов, которые обладают большим угловым разрешением. А курьезт состоит в том, что раньше, когда смотрели на это скопление с помощью, ну, не таких больших телескопов, с небольшим угловым разрешением, казалось, что это одна звезда. И остановывая голову в несколько звездных потрясающих ленив, значит, ее масса должна быть восторгована. И что это за объект? Ну, я думаю, что ничего сложного это. Звездное скопление, мы его назвали. Звездное скопление, вот оно во всей красе. Это снимок, сделанный Хаббинским телескопом. Очень молодое скопление, вот, видите, расцвеченные в луганде, ну, то есть это голубые и горячие звезды. Их очень много. Самая яркая звезда в 9 миллионов раз ярче Солнца. И, следовательно, ее массу мы можем оценить почти в 300 масс Солнца. Таких звезд, в принципе, существовать не должно. Предельная масса звезд нашей Галактики где-то 100-120 масс Солнца. В Магиланах в водах немножко больше, может быть, потому что там в 4 раза меньше тяжелых химических элементов, а предельная масса как раз связана с обилием тяжелых элементов. Вот, но астрономы объясняют такую большую массу тем, что исполнение компактно, там звезды, там есть тесные двойные звезды, и, может быть, из-за перетекания вещества из тесной двойной системы образовалась звезда гимнарской массы, которая, конечно, не будет долго жить, потому что такие звезды не высочи. считается, что пройдет несколько миллиардов лет, скажем, миллиардов, так, десять, и на месте вот этого сверхскопления 136 мы увидим типичное шаровое скопление, то есть старое звездное скопление очень высокой массы. Такие же объекты, которые, правда, не так эффектно смотрятся, нашли в нашей главарте. Например, звездная ассоциация леди ОГ1. ОГ означает, что эта звездная ассоциация содержит оба звезды. Одно из самых массивных молодых скоплений вечного пути. Но печально то, что оно наблюдается сквозь очень толстый слой пыли, поэтому в оптике мы не видим практически ничего. В рингене мы видим свечение ярких звезд горячих. ВК чуть-чуть получше, но не на много. В общем, но оценки, сделанные по скоростям звезд, дают для этого скопление очень большой массы. Самое массивное такое же скопление в нашей галактике для сторон лунта-1. Здесь мы видим очень много ярких звезд и соприкоседливости как красных свердигантов, как голубых свердигантов. Вот видите, рентгеновская картинка дает огромное количество копил ядерных и горячих звезд. Тоже, по-видимому, будет в своем мере шаровой скоплением. И еще об одном классе звездных скоплений, которые в последние десятилетия были обнаружены в нашей галактике, в других галактиках. Это ядерное звездное скопление. Массивное плотное скопление ввези центром вечного пути. Вот здесь изображена область полтора на полтора парсека. Угловые меры 30 секунд. Угловые секунды. Это очень маленькое поле зрения. Здесь миллионы звезд. По-моему, двух миллионов звезд. Скорости звезд достигают тысяч километров в секунду, что может показаться очень странным, потому что в типичном рассеянном скоплении скорости доли километров в секунду. Шаровых скоплений десятки километров в секунду, а тут тысяч километров. О чем это скорости говорят? О том, что здесь должна быть большая, очень большая масса. Ну и действительно в центре расположена сверхмассивная черная дыра, 4 миллиона раз массивнее Солнце. Изучать область центра галактики в оптике совершенно невозможно. я уже сказал, что свет ослабляется в десятки миллионов раз. Поэтому лучше всего здесь подходит оптика. То есть инфракрасные диапазоны на протяжении более чем двух десятков лет за этой областью следили с помощью целого ряда телескопов как наземных крупных, так и космических телескопов инфракрасного излучения. Вот так она выглядит эта область. Весь размер этой области 80% вот как раз ядерное скопление. Вот оно где-то здесь. За два десятка лет с помощью систем с адаптивной оптикой, то есть позволяющих достичь практически дифракционного разрешения, изучалось движение звезд в самой малой части, в центральной части этого скопления. Вот видите, 8 углавных секунд. Представляете, какая маленькая область, если с маленькой номера, этот размер соответствует одному световому углу. Вот с 92-го года, уже 20 лет, с небольшим производился мониторинг этой области. В первую очередь он был направлен на изучение того, как движутся эти звезды. И за эти 20 лет удалось определить, оценить форму орбит этих звезд. Вот они примерно так. 28 звезд, движущихся по орбитам. И сразу же видно, что это очень похоже на L. Скеплеровские движения вокруг методного тихотливающего центра. И пока еще всего лишь одна звезда совершила здесь полный оборот. вокруг вот этого звезда совершила полный оборот вокруг вот этого красного креста, где расположен трикотеющий объект, который заставляет звезды двигаться по эллиптическим сильно вот-вотом орбитам. Период порядка 16 лет. Вот восстановлены орбиты высокоточные возбудения. Орбита точная эллиптическая, что говорит о том, что в центре расположен очень компактный объект с потенциалом r-1 степени, как небесная механика. Это почти точечный объект, эллисферически симметричный объект, но очень малого размера. По скоростям движения, по размеру эллипса можно оценить ту массу, которая обеспечивает движение по этому эллипсу. Скорость достигает тысячи километров в секунду. И вот масса этого объекта 4 миллиона солнечных масс. При таких небольших угловых размерах линейных, это всего лишь 15 световых часов максимум, расстояние от объекта до передцентра орбиты, это, скорее всего, это может быть только сверхмассивная черная дыра. Ну, такие сверхмассивные черные дыры сейчас открыты в других галактиках, и наша черная дыра имеет достаточно скромную массу. Ну, и теперь поговорим о рождении и смерти звездных скоплений. Звездные скопления рождаются в холодных и плотных маркетулярных облаках, где температура составляет десятки гельев. Ну, вы знаете, что если кинетическая энергия частиц мала, то есть температура мала в холоде, а в холоде имеет достаточную массу, то оно может склопнуться, если гравитационная энергия, больше энергии и кинетической энергии частиц. Но это критерий джинсовской неустойчивости. Значит, вы можете определить массу, которая будет сжиматься, она связана с температурой плотности, верхним составом, а также размеры вот этой области тоже определяется температурой облака и его плотностью. Для типичных условий в холодных плотных облаках облаках мы получаем джинсовскую массу в 600 облаках и размер всей партии. Это типичные размеры для таких небольших скромных рассеянных скоплений в нашей Галактике. Так что сценарий иерархической фрагментации он, конечно, здесь должен хорошо работать. Вот покажу вам анимацию того, как образуется из холодного регулярного облака размером около килопарсека с первичной массой и 500 масс Солнца образуются звезды. Желтым цветом отмечены здесь плотные области, красные, применение и плотные, теперь сжимаем шкалом будет совсем плотной фрагментации. Вот мы видим, что здесь вот спишет и спишет и звезды уже успели образоваться в фрагмент с одним диспутином за десятки, сотни тысяч лет. Самые массивные звезды. Вот образуется двойная система. Вот это уже звезды. Взаимодействию с облаками звезды могут получать скорости достаточные для ухода из этой области, но все равно в конечном счете может родиться варитационность разная звездная скобленька, в котором будет, конечно, много меньшей массы, но в этом уровне. Давайте проследим. Красивая анимация. Это не анимация, это результаты трехмерных гидродинамических расчетов. То есть физика заложена, гравитация и звездная эволюция, взаимодействие с газом и так далее. Вот на нашем глазах рождаются звезды, часть из которых образуют звезды. Ну, как эти процессы идут? Когда плотность линька, газ охлаждается достаточно, мы развиваемся звезды, каждую из которых может тем путем, который только что был показан, образовываться отдельные звезды. Первые звезды, массивные, очень массивные звезды излучаются с большой ляготью и разрушают своим излучением ракетические молекулярные облака. Причем самое плотное, мало плотное облака, облака с низкой плотностью могут совершенно разрушиться, потом вспышки сверхновых уплотняют керхи из облаков и могут стимулировать там продолжение звездного образования. И процесс потом повторяется, охлаждаются, фрагментация происходит и из газа рождаются звезды. Наблюдательные подтверждения вот такой концепции достаточно ровно. Здесь картинки сделаны с помощью хаббовского телескопа, друбовского телескопа, мы видим вот эти слоновые хоботы, это плотные молекулярные коконы, в которых внутри уже родились звезды. Вы можете спросить, а вот как шаровые скопления рождаются в нашей эпохе? Ну, во-первых, я вам показал уже скопления звезд или звездные звездные скопления, это будущие шаровые скопления, которых правда маловато, но в типичном индийском галактике, но существует, есть случаи, когда таких скоплений может образовываться много. В первую очередь, они будут там образовываться, где высота эффективно связок образования, где есть высокая плотность гроза и ударные волны, которые сильно уплотняют этот газ. В первую очередь, у нас основное понимание о взаимодействии галактики, галактики, мышки, галактики, тележное форисо, где спутник, прошедший через диск галактики, вызван ударную волну, которая, в свою очередь, стимулировала звездообразование на периферии или в центральной области. И вот эти методы из этих ярких новостей это будущие шарами скопления, по крайней мере, пока это молодые скопления, очень большой массы. Вот еще пример, вот еще пример. То есть взаимодействие галактики приводит в нашу полу к рождению звездного скопления. Ну, как родине звездного скопления я уже рассказал, давайте поговорим о том, как они живут и умирают. Есть три основных процесса, связанных с гравитацией, которые обеспечивают эволюцию скопления в целом. Первое. Это звездные сближения. Не путайте со столкновением. Столкновение лобовое звезд крайне маловероятное. Такой пример. Вот Солнце и ближайшие звезды. Если Солнце представить сантиметрового размера шариком и ближайшую звезду сантиметровым шариком, как вы думаете, на каком расстоянии в таком масштабе должна быть ближайшая звезда? В Среднем. В Питере она должна быть. Представьте себе, двое бросают шарик друг в друга. Один из Москвы, другой из Питера. Столкнуться они, конечно, нет. Но сечение взаимодействия гравитационного на самом деле не плачет, потому что шарики обладают гравитацией. И при достаточно близком сближении они разлетаются по гиберболюческому траектору. При этом они обмениваются энергии. Одна звезда может потерять энергии, другая получит. И известно, что за время релаксации, которая разводит на рассеянных скоплении шарик, примерно один процент звезд получает скорость выше второй космической, то есть он улетает. То есть такая звезда улетает из скопления. этот механизм действует всегда в таких дирекционных системах. Время релаксации это время, за которое грубо говоря, скопление приходит в равновесное состояние. Для рассеянных скоплений миллион десять миллионов лет, для типичного шарового миллиарда десять миллиардов лет. И вот за это время и рассеянные скопления и шаровое потеряют примерно один процент своих человек. То есть процесс идет достаточно небеда, но время жизни при этом составляет сорок миллионов галаксаций. Примерно сорок миллионов галаксаций. Но это не единственный механизм. Есть еще и приливные силы. Полная аналогия с лунно-солнечной галактики на Солнце океан вздувается с одной стороны, с другой стороны поднимается. То же самое происходит с англезными скоплениями. Наша галактика своим мощным радиационным полем растягивает скопление, сжимая с конюсов растягивает направление центра галактики и этот процесс облегчает потерю звезд. То есть если бы много были случаи, когда звезды скорость еще недостаточно, но за счет мили-мекси оно обдевается. И следы этого распада мы наблюдаем, как я уже сказал, как швейцы звездных скоплений на галактике. Очень красивый механизм динамической эволюции, динамической эволюции. Представьте, массивное скопление влево, а это отдельные звезды. Скопление в своей гравитации меняет орбиты звезд. Они обтекают скопление примерно по гиперболе и образуют и образуют фактически выплотнение, которое тянет скопление назад. Так что можно сказать, что скопление в звездном фоне движется с некоторым трением, оно тормозится, его орбита приближается к центральным областям галактики, где в силу ступают приливные силы, ускоряющие распада. И вот эти три механизма они все ведут к тому, что скопления даже самые массивные распадаются и в результате нынешние шаровые скопления, которые мы видим с вами, они не слишком компактные и не слишком рыхлые, они не слишком массивные и не слишком маломассивные. Есть область выживания под действием всех этих трех механизмов. Компактные массивные за счет ревансации, за счет упадений звезд погибают, рыхлые за счет приливных сил, динамики массивные за счет динамического деления. За 10 миллиардов лет у нас осталось 150-160 звездных скоплений. Эту картин я показываю не буду, а вот модель эволюции типичного рассеянного скопления, которое изначально в ее массах полковиции чем от Солнца и двигалась по по орбите похожей на орбиты Солнца в протяжении полтора миллиарда лет мы с вами сейчас за ним последим. Центр гомактики слева, скопления движутся вверх. Будут видны звезды разных масс. Синие точки большая масса, красная маленькая масса. Вот смотрите, как они инстанулируют. Система отсчета движется вместе скоплений. Вот это скопление и вот видите образуются шлейфы. Один опережает скопление, а другой отстает. И в первую очередь мы видим, что из скопления входят звезды малой массы. И вот эти процессы все приведут к тому, что время жизни типичного рассеянного скопления типа Геа, Трея составляет всего 200-300 миллионов лет. Это время одного орбитального оборота Солнца вокруг центра галактики. Таким галактическим богом. У типичного широмого скопления, по крайней мере те, которые мы сейчас едем, это влияние конечно намного превышает возраст Вселенной. Поэтому они еще долго будут радовать нас своим видом, даже если наша цивилизация исчезнет. Ну вот поиск таких следов распада, которые я вам только что показал, вот этих прерывных шлейфов, он очень интересен. И в наше время астрономы использующие обзоры небесной сферы находят следы распада скоплений. Вот одна из таких новых работ, где найден длиннющий шлейф, который на небе простирается на 60 с лишним градусов, некоторое скопление, которое само еще пока не обнаружено. Но видно, что это некоторый шлейф. И поскольку шлейф растягивается по орбите, то мы даже не видя скопления, можем иметь какое-то представление о форме орбиты этого звезда скопления. А орбита дает нам возможность судить о том, какого гравитационного потенциала в нашей системе, какую форму имеет, например, темный галактик. Вот этот шлейф, вот Солнце, вот цены галактики, вот и появилась такая орбита. Так что наблюдение следов распада дает нам возможность судить о том, какого гравитационного потенциала галактики, какова роль темной материи. Ну, теперь давайте поговорим о том, еще об одном аспекте. Астрономы давно уже ввели понятие простые типы звездных населений. Значит, простой тип звездного населения это такой объект, скажем так, совокупность объектов, имеющих одинаковый возраст, одинаковый химисостав, но имеющие разные большлены такого объекта, имеют разную массу. Вот это, грубо говоря, элементарные кирпички, с которыми можно сделать галактик, играет как в культе. Вот и надо сказать, что рассеянные звездные скопления вполне относится простым типом звездных поселений. Действительно, у всех одинаковый возраст, одинаковый химический состав, и все различия, которые мы видим, связаны с различиями нас, о чем я уже говорю. И многие астрономы занимаются созданием моделей нашей галактики, используем именно такой подход. Напихаем в галактику такие вот объекты, это будет не обязательно скопление, но наборы звезд с вот такими различными свойствами. и такой вот метод называется синтезом звездных населений или популяционным синтезом. Но для рассеянных скопления это подходит, а для шаровых скопления пожарные, что и не такие. И это стало ясно, буквально, очевидно, совершенно в последние 15-20 лет. Вот это диаграмма Эрш-Марасина для шарового скопления омега цвета, причем помышленного нахапывского перескопа. Мы с вами видим очень большую ширину ветвей на этой диаграмме. Это не ошибки фотометрины, это естественный разброс абсолютных величин и цветов звезд. И астрономы базировались на таких картинках давно уже говорили о том, что население этого скопления, конкретное этого скопления, оно не может описываться каким-то едиными характеристиками. По-видимому, там есть набор звезд, множество звезд имеющих разброс основных своих параметров, в частности, разброс химическому по химическому составу. Последнее наблюдение показали, что диаграмма световоличина этого скопления даже гораздо более сложна. Смотрите, вы видите, что ветос астрономик двоится и троится. Уже это говорит о том, что здесь как будто бы есть разные популяции, более молодая и более старая. Более того, главная последовательность этого скопления тоже двоится. Есть популяции, которые назначены такими красными значками, есть популяции, которые назначены группными значками. По началу астрономы подумали, что это может быть какое-то наложение. На область омега-центрау проектируется другое какое-то скопление, расположенное дальше. Померили лучевые скорости. Лучевые скорости уничтожение. Скорости оказались совершенно одинаковые 235-232. А вот химический состав различается в два раза. То есть содержание тяжелых элементов в одном случае для одной популяции двое больше, чем для другой. Для другой популяции. Это значит, что там действительно есть два поколения звезды. По крайней мере, два поколения. С чем связаны эти различия на диаграмме? Одного только различия в хим-составе недостаточно. Я объясню причины. Дело в том, что более богатые тяжелые элементы звезды вот этой главной последовательности. А здесь более бедные, а здесь более богатые. А вот страны хорошо знают, что уменьшение содержания тяжелых элементов совещает звезду как раз в этом положении направления в левое и вниз. А здесь совершенно противоположные вещи. Значит, различия содержания тяжелых элементов недостаточно. Надо еще принять во внимание, что могут различаться содержания гелия. Что вообще было очень странно. Но для жирового скопления геомера-центавра это, в общем-то, не странно, потому что я уже говорил, что многие считают это скопление ядром разрушившейся калибровой компактной галактики, и поэтому там должны быть разные популяции звезд. И эта особенность широмого скопления геомера-центавра не такая уж и странная. Сейчас по современным представлениям вообще среди звезд скопления геомера-центавра возникли четыре поколения звезд. Я не буду на деталях останавливаться, но по крайней мере вам должно быть понятно, что это очень странное скопление, и, конечно, оно никак не подходит под концепцию простого типа звездного населения, которое обладает одним химизмом, одним возрастом. Здесь и химизм другой, причем он более гелий другой. Не удивляет, почему? Потому что скопление очень массивное, и когда звезды эволюционируют и теряют газ, мощное гравитационное поле позволяет удержать этот газ, в том числе и гелий, и более газ, состоящий из более тяжелых элементов, из которого впоследствии рождается звезды следующих поколений. Так что ничего странного здесь нет. Но как только стали с помощью Хаббинского телескопа изучать другие скопления, более обычные в этом плане, не такие популярные, как Амера Центавра, например, С28-8, там тоже обнаружили множественные главные последовательности. Вот видите, множественные главные последовательности различными цветами изображены последовательности для разных содержаний гелия. Вариация содержания гелия 1,10-й полмасса. Это очень небольшие вариации гелия. Так что мы считаем, что шаровые скопления, особенно насильные, они как раз представляют собой подхворение от концепции простых звездных населения. Вот еще одно скопление, где есть двойственная главная последовательность. Но совсем странно было вот что. Шаровое скопление нести четыре. Самое близкое динам шаровое скопление 2 кПс, направление почти центра галактики. И даже у него, оно очень маломасильное, сравните маломасильное, не такое, как у Мелецентарова, но даже у него были обнаружены две популяции звезд с различающимися таким составом. Но тут речь идет о различии натрия, что тоже очень странно. Так что создаются впечатления, что типичные шаровые скопления сильно отличаются от рассеянных в том плане, что в них есть разные типы звездных популяций. Их уже нельзя считать скоплениями одного возраста, одного же состава. То есть это не типа простого звездного населения, звездные скопления, которые можно назвать композитными объектами. Ну вот на этом я поблагодарю вас за внимание. Звездных скоплений можно, конечно, расставить еще больше, но слава Богу, времени нет, у меня студенты не у них взяли. Так, если есть какие-то вопросы... звезды... Черные дыры уже не образуются. Они образуются из звезд очень высоких масс. Такие звезды давно уже сгорели. И все, что могло образоваться, да, образовалось. черные дыры, и черные звезды. Те звезды, которые мы сейчас видим в оптике, в шаровых скоплениях, это звезды с массой 0,7, 0,8, массой 0,7, 0,7. Они превращаются в белые камни. И дальше будут охлаждаться, охлаждаться, охлаждаться. Я вам показываю на самом деле. Снижаться направо и вниз будет идти. И будет у вас объект, содержащий холодные звезды, белые, холодные камни, которые белые камни уже называют. То есть в шаровых скоплениях черная дыра уже есть, да? Есть, конечно. А вот почему не применить, то есть не поискать микролинзирование в шаровых скоплениях? Там же очень плотные центры звезды. Наверняка больше вероятность. Я имею в виду линзирование на звездах шаровых скоплениях, но для этого шаровые скопления надо насквозь. Ну а вот мы же видели... Да, согласен. Хаббл это дело позволяет. Но пока только Хаббл. А сколько он еще проработает, непонятно. Честно говоря, я не знаю, по-моему, такую программу никто не станет. Нет, это же... У меня... Может быть, это в центре шаровых скоплениях? есть целый ряд астрономов, которые ищут черные дыры промежуточных масс, то есть тысячи, десятки, тысячи солнечных, как раз в ядрах шаровых скоплениях. Пока ничего нельзя определенного сказать. где-то... А они там обослимом? Вроде находятся? Ну, конечно. Вот именно, что вроде находятся. Наличие такого объекта можно каким образом заподозрить? Например, по сильной концентрации плотности в ядерскоцентре. Если она выше, чем в других случаях, да, пик-полность. Вот такие вроде бы находятся, вам пока еще очень неудобно. Так, ну давайте еще пару вопросов, которые уже берут. Пару вопросов еще раз. А можно вот слайд с калькулятором? С чем? Ну, калькулятор, который... Калькулятор. Калькулятор чего? А-а! Калькулятор, главный звездопоследствием, как красивый. Да-да-да-да-да. Очень красивая штука. Сейчас... Вы имеете в виду вот там, где можно выбирать массы звезд, да? Да-да. Ну, хорошо. Сейчас... Слушай, шаровые звездопоследствия, они получаются старше галактики? Они старше галактики. Несомненно. То есть они возникли на стадии радиального, первичного полопсегалактики. Из вещества, где еще было очень мало тяжелого перебора. То есть, в принципе, в локу, в данном примере, на базе этих шаровые звездопоследствия для развода звездопоследствий появились в этом направлении? Таких возрождений удалось? Все одновременно происходило. То, что осталось от формирования системы широих спорнений, потом образовало диск. Вот диск, где мы с вами живем. А вот это? А есть, в смысле, по механизмам звезд образования, они же звезд могут разной массой образовываться. Если по диаграмме в смысле, в расцов, то, что мы видим в шаровом скоплении звезды как раз разные, как можно говорить о едином возрасте одной эволюционной линии? Почему нет? Можно. Конечно, интервал времени звездообразования в звездных скоплениях, он конечный. Доходит до полумиллиона лет. Но когда вы это полумиллиона лет рассматриваете через 10 миллиард, у вас, вы знаете, это один и тот же возраст. То есть, плюс, как бы, километром назад, километр вперед. Да. Сто километров, а тут километр назад, километр вперед. Все сто километров. Вот когда вы изучаете молодые рассеянные скопления, и там иногда видна стратификация на диаграмме по возрасту, вот видно, что часть эффектов рассеяния на главные последствия объясняется различным возрастом. Полумиллиона лет, а возрастом 3-4 миллиона лет. Это существует различное. Да, прошу, вы хотите спросить? Как вы думаете, о чем объясняются вот эти эффекты разным каким составом двух составляющих широких скоплений? Ну, тем, что звезды эволюционируют, теряют газ на стадии асиотопических гигагов, как сверху, но вот часть этого газа удерживается, и из него рождаются звезды второго поколения. Вы хотели что-то спросить? Массивные звезды быстро эволюционируют, а они быстро обогащают. Поэтому даже небольшое различие возраста может вызвать заметное изменение химсостава. Вот еще один вопрос. Шаровые скопления другие в галактиках? Есть. В Андромеде около тысячи шаровых скоплений. В карликовых галактиках, спутниках нашей галактики, какая-нибудь печь, да, могут быть единицы шаровых скоплений, там пять. Оно само-то, извините, шаровое скопление. А аллиптические галактики, гигантские аллиптические, там могут быть десятки тысяч. Пожалуйста, уточните, наверное, я прослушала, образование идет все-таки из газы, или из газа филеумфа было? Без пыли там тоже не обошлось. В области звездообразования. Ну, без пыли звездов трудно образовываться. Спасибо. Хорошо. Ну, шаровое скопление как-то связано с массой галактики? Ну, какая-то корреляция есть, но ее надо проводить так вот. В галактических галактиках есть корреляция, для галактических есть, но численность популяции шаровых скоплений галактических как правило выше, и вальда сильно выше. Комплексы коррелируют с Баутсу, с эссферическим компонентом. Ну, да, Баутсу и Галу, а в олимптических это не целиком. В спиральных вклад Баутсу и Галу правда, единицы процентов, а олимптическая галактика это все, это Баутсу и Галу и Останал. Поэтому, конечно, это не просто. Хорошо. Скажем так, коррелирует с массой сферической составляющей. Имею ввиду, что в спиральных олимптических галактиках это малая часть полная масса, а в олимптической вся масса.